Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире передача «Актуальное интервью» и я и ведущий Пётр Смирнов. У меня в гостях Екатерина Неконорова, руководитель клуба «Лотос». Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Поговорим о вашем клубе, клубе, которым вы руководите. Тем более, что сейчас в России проходит с 1 по 10 декабря декада инвалидов. И вот первый мой вопрос. Давайте немножко погрузимся в историю клуба «Лотос». И очень важно, наверное, сказать, почему в современном мире важно поддерживать людей с ограниченными возможностями. Наш клуб существует уже 18 лет. В 2005 году он был образован и с тех пор активно развивается. Очень важно поддерживать молодежь с ограниченными возможностями здоровья для того, чтобы они не сидели дома, а занимались собой, искали себя в разных профессиях, в разных сферах жизни. И это приносит большую пользу как человеку с ограниченными возможностями здоровья, так и обществу, в котором он живет. Потому что, общаясь с такой категорией людей, общество учится быть более терпимым, благосклонным. И очень важно убрать черту неравенства. То есть наш вообще такой главный слоган клуба – равный равному. Поэтому мы стараемся и стремимся доказать всем, что, в принципе, у человека нет каких-то ограниченных возможностей, так скажем. Любой человек может себя реализовать в какой-то сфере, которая ему близка. А вот это 18 лет. Вы стояли у истоков образования? К сожалению, нет. Я работаю в клубе последние три года. В принципе, история клуба, она ведь насчитывает достаточно много ярких событий. И, может быть, какие-то из истории подчеркнуть, если есть такая возможность? Ну, конечно, много было и людей, которые прошли через клуб. Но, наверное, стоит отметить одного очень важного человека, который пришел в клуб «Лотос», будучи мальчиком еще. И он рос вместе с клубом. Это Артем Парамонов – молодой человек с нарушением слуха, инвалид детства. И вот благодаря тому, что он попал в молодежный центр, помимо клуба он еще занимался бадминтоном, он вырос до серебряного призера сурдолимпийских игр этого года и тренера-преподавателя молодежного центра. Вот это тот пример, к которому нужно стремиться всем. То есть он показывает, что действительно можно достичь чего-то в жизни. Главное – быть целеустремленным человеком и идти к своей цели, к своей мечте. А вообще много сейчас воспитанников или, как это правильно, участников клуба? На данный момент у нас 16 участников клуба. И еще стоит отметить, что когда клуб создался, то есть это был 2005 год, уже через год актив клуба, он начал думать над тем, как помочь другим людям с инвалидностью. И так возникла идея создания благотворительного марафона «Город единства непохожих», который мы ежегодно реализуем и по сей день. Цель марафона – оказание адресной помощи молодежи с ограниченными возможностями здоровья. И вот за этот период времени мы собрали достаточно внушительную сумму, более миллиона рублей. Были приобретены очень важные и нужные вещи для молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Это и спортивный инвентарь, спортивное оборудование для того, чтобы они могли заниматься в домашних условиях спортом. Это и музыкальное оборудование для тотально слепого вокалиста. И много-много того, что действительно очень необходимо молодежи такой категории, и то, что они сами, к сожалению, не смогут приобрести. Марафон «Город единства непохожих», ведь он проходит, мне кажется, в летнее время, если я не путаю. Он проходит. Вообще, на что он нацелен? Потому что он как-то фоном всегда слышен, ну, по крайней мере, я не всегда слышу, но в чем он заключается, да, и каковы его особенности, вот хотелось бы у вас узнать. Мы открываем сбор, собираем средства. Нам очень помогают муниципальные предприятия, горожане. И затем мы покупаем непосредственно молодому человеку, для которого этот сбор открыт, то, что ему нужно. А как проходит этот сбор? Где вот среднестатистический житель Сарова может увидеть или обратить внимание, или может быть сам куда-то прийти и помочь? Обычно в весеннюю неделю добра мы запускаем благотворительный марафон, и у нас проходит цикл мероприятий, как раз на которые можно прийти и помочь молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Самое яркое мероприятие, самое масштабное – это благотворительный футбольный матч, который проходит на стадионе Икар. Он проходит уже на протяжении многих лет, он стал уже такой хорошей традицией. К нему подключаются как и представители администрации города, так и предприниматели, которые прям... Вот в День молодежи проходит этот бой. В День молодежи, да, такая прям яркая борьба происходит, настоящие футбольные баталии. И здесь и сами футболисты помогают. Вот, и вот те саровчане, которые приходят на этот футбольный матч. Ну и потом мы начали еще и проводить благотворительный аукцион. В этом году у нас очень хорошо он прошел. На День молодежи к нам приезжали московские рэп-музыканты, которые с собой привезли вещи, которые мы очень хорошо реализовали через этот аукцион. Ну и этим летом к нам еще приезжал легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. И футболочки с его автографами уже у нас лежат и готовятся к следующему благотворительному аукциону, который пройдет уже в следующем году. Ну а в этом году марафон завершится 18 декабря благотворительным спектаклем, который пройдет в Молодежном центре. И мы приглашаем всех зрителей. Замечательно. То есть, в принципе, это действительно марафон. Марафон, да. Практически весь год проходит. Он проходит практически весь год, да. Достаточно много мероприятий. Здесь и мастер-классы проходят, и ярмарки продажи. Мы, например, с ребятами активно занялись мыловарением, делаем мыло. Очень красиво у нас, получается, сувениры, которые каждый может приобрести в рамках благотворительного марафона. Давайте поговорим про текущие проекты. Клуб Лотос реализует грантовый проект в ритме равных. И если можно, немножко поподробнее о нем. Вы, друзья, можете в новостях, может быть, видели уже сюжеты про этот проект, но я хочу более подробно о нем услышать все-таки. В чем смысл этого проекта? Этот проект, прежде всего, направлен на проведение в Сарове первого инклюзивного межрегионального фестиваля, который пройдет в апреле следующего года. Поэтому мы всех приглашаем, горожан, принять участие и стать зрителями большого концерта, который будет проходить в рамках этого фестиваля. Что касается вообще создания проекта, то он создавался достаточно длительное время. И мы его подавали не на один конкурс. И только со второй попытки мы получили грант фонда президентских грантов. Где-то дорабатывали, где-то корректировали, учились на своих ошибках. Но как только я начала работать в этой сфере, ну, я просто такой человек. Я всегда ищу какие-то интересные пути развития. И мне попался очень интересный клуб из города Челябинска. Называется оно «Наше место». Там очень крутые ребята. И у них вообще очень масштабная деятельность. Вот именно по работе с молодежью с ограниченными возможностями здоровья. И у них чего только нет. Они там и танцуют, и поют. И Максим Фадеев снимал им клипы музыкальные. И мне захотелось, ну, вот примерно что-то такое, подобное создать в Сарове. Поэтому вот идея этого проекта, она появилась давно. Она дорабатывалась. И сейчас этот проект, он позволяет молодежи с ограниченными возможностями здоровья обучаться по трем направлениям. Это вокал, театральное мастерство и танцевальное искусство. Вот с сентября участники клуба «Лотос» занимаются в лаборатории театра вокала и танца. И, соответственно, профессиональные педагоги их учат различным нюансам в творческой сфере. Это все происходит в молодежном центре. Они готовятся сейчас уже к концерту, который пройдет в апреле. И надо сказать, что у них очень неплохо получается. Ну, конечно же, педагоги, которые работают с ребятами, они никогда не работали с такой социальной категорией. Ну, кто-то из них очень переживал. А кто, кстати, педагоги и откуда они? Педагоги – это работающие сотрудники молодежного центра, педагоги дополнительного образования. Брагин Денис Геннадьевич – педагог по танцевальному искусству. Ну, они, в принципе, все с большим стажем работы. Профессионалы в своей области. Алла Васильевна Круглова – педагог по вокалу с 30-летним стажем. Очень опытный педагог, профессионал своего дела. И актер драматического театра нашего – Павел Козлов. Он в молодежном центре руководит еще и программой «Театралка». Вот собрав такой контингент профессионалов, мы приступили к реализации проекта. Ну, Денис Геннадьевич Брагин, который занимается танцами, он, в принципе, был знаком с ребятами и периодически для клуба «Лотос» проводил танцевальные мастер-классы. Поэтому там проблем не было никаких. У других педагогов были, конечно, сомнения, как и у любого другого человека, который впервые начинает работать в данной категории. Но как только произошло знакомство, все сомнения исчезли. Потому что это люди очень позитивные, и они очень доброжелательно относятся к каждому человеку, который появляется в их обществе. То есть они всегда настроены на контакт. Да, кому-то нужно подобрать ключик, как любому человеку. Кому-то чуть дольше, кому-то чуть быстрее. Но сами ребята как отзываются об этом проекте? То есть понятно, что педагоги с ним занимаются. А есть какая-то обратная связь? Ребятам очень нравится. Во-первых, появилась большая занятость. И нравится это не только ребятам, но и их родителям тоже. И даже появилась приятная усталость. Потому что занятия проходят друг за другом. Это занятость три часа. Кто-то периодически устает. Но опять же, это такая приятная усталость. Такие проекты подчеркивают значимость собственную. Они повышают самооценку внутреннюю. Потому что есть сомнения в том, например, смогу ли я петь? Смогу ли я выйти на сцену? Опять же, это как у любого человека. Да это не только. Как у любого человека. Но есть такие люди, которые боятся публичных выступлений. Боятся выйти на сцену, сказать что-то не так. Какой-то неправильный жест показать. Неправильное положение рук. Ну, вот подобные моменты, они очень многих смущают. Мы учим ребят раскрепоститься, снять все зажимы. Потому что, к сожалению, проблема того, что молодежь с ограниченными возможностями сидит дома и не выходит за порог своей квартиры, она есть. И главное преодолеть этот барьер собственной квартиры. Покинуть вот такой вот уютный небольшой мир и выйти уже в большой мир, в большое пространство, заявить о себе. И такими проектами ребята заявляют о себе. О том, что они могут и к чему они стремятся. У нас нет цели сделать из них суперкрутых певцов, актеров. Абсолютно нет. Но если что-то получится, очень будем рады. Есть цель развития способностей и повышения, опять же, самооценки. Ну, это, мне кажется, очень важное направление, потому что, действительно, многие закрываются у себя в квартире и не видят весь остальной мир. Да, мне кажется... Похоже, еще озлобленность появляется какая-то. И надо сказать, что у нас есть группа ВКонтакте, сообщество Лотос. И мы, конечно же, отслеживаем просмотры наших публикаций. И вот с реализацией этого проекта они увеличились. И это очень радует, потому что хочется показать пример, наверное, того, как можно реализовать себя. Друзья, вы можете всегда в социальной сети ВКонтакте найти клуб Лотос, да? И там вся информация есть о текущей ситуации с проектом. Но ведь Лотос не впервые реализует грантовые проекты. И вот, наверное, стоит упомянуть о самых ярких, которые, на ваш взгляд, были в истории. Ну, опять же, это большой, очень масштабный и долголетний проект, благотворительный марафон «Город. Единство непохожих», который получал гранты от Росатома и в прошлом году стал победителем регионального этапа международной премии «Мы вместе». Ну и вообще в последнее время мы живем за счет грантов, потому что, к сожалению, есть ограниченное финансирование. Грантовые проекты, они позволяют нам реализовать наши идеи. И действительно, ну, в какой-то мере связать свою жизнь с какой-то профессией, к примеру. Потому что у нас на это был нацелен проект «Кулинарный мастер-класс». Да, как раз хотел про него сказать, что очень интересно, когда там вот действительно люди кулинарии занимаются, что называется, руками, да? То есть это не творческая, а больше такая уже, ну, как, материальная, да, составляющая. Да, ну вот приехал к нам в город замечательный повар Татьяна Расторгуева, и ее инициатива была сначала просто научить ребят готовить. И это все потом переросло в проект, на который мы получили областной грант, выиграв конкурс «Драйверы роста». И ребята учатся готовить и до сих пор. Хотя грант мы уже потратили. Проект закончился, будем говорить так. Проект, но Татьяна до сих пор поддерживает ребят. А Татьяна Расторгуева, по-моему, это руководитель кафе «Безе», да, владелец? Да, совершенно верно. Два раза в месяц мы ходим в кафе «Безе» готовить различные блюда согласно правильному питанию. То есть даже здесь есть некоторая полезная нотка в этой истории. Еще, да, один проект, который мы тоже параллельно сейчас реализуем, очень важный и значимый проект, это инклюзивный тимбилдинг «Особая лига». Здесь мы изучаем настольные адаптивные игры спортивные. Как раз хотел о нем сказать, что был у вас проект, который через социально ориентированные коммерческие организации финансировался на закупку спортивного инвентаря. Я вот хотел спросить, что же там происходит? Мы учимся играть в настольные спортивные адаптивные игры. Возникла эта идея, опять же, совершенно случайно. Я увидела в интернете, что проходят соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья на всероссийском уровне. И выезжать на такие соревнования совсем не обязательно. Они часто проходят в онлайн-формате. Поэтому очень быстренько мы создали проект, успешно получили субсидию от администрации города. Сейчас его успешно реализуем. Ну, кстати говоря, опять же, информация о реализации есть на страничке ВКонтакте. По крайней мере, там я видел фотографии этих снарядов. Просто для понимания, это настольные спортивные игры. То есть это именно что? Спортивные игры. Спортивные игры, да. Они адаптивные. То есть здесь может играть человек с абсолютно любыми отклонениями. И, кстати, могу сказать, что даже успешно очень играет. Потому что у нас есть тотально слепой участник клуба «Лотос», который овладел одной игрой просто вот прекрасно. И очень хорошо у него получается играть. То есть, ну, вот такие игры, они, опять же, способствуют очень многим процессам, протекающим внутри человека. То есть здесь развивается и логика, и мышление. Ну, потому что, опять же, это не просто надо мяч куда-то там загнать, а надо так его загнать, чтобы получить как можно большее количество баллов. Клуб «Лотос» уже давно расширяет границы своего общения и уже вот много раз выезжал за пределы города. Где уже успели побывать участники клуба? К сожалению, за пределы Нижегородской области мы еще не выехали, хотя очень хочется. В последнее время у нас практически гастрольный тур был. Мы несколько раз были в Разомасе. Это было заметно, да. Год назад мы познакомились с некоммерческой автономной организацией «С нами». Когда-то, так скажем, группа инициативных родителей детей с ограниченными возможностями здоровья объединилась и создала вот эту организацию «С нами». И они ежегодно проводят концерты, они ежегодно проводят инклюзивные балы. И вот мы уже два раза побывали на инклюзивном балу. И в этом году второй раз, Международный день инвалидов, мы встретили вместе с организацией «С нами». И были не только зрителями, но и наши участники еще и были артистами, выступали на сцене Разомаса. И кто эти артисты? Это наш вокалист, солист вокальной студии Василины Данченко, Дива Виктор Новиков и председатель клуба «Лотос» Марий Шустер. Они какие-то специальные программы готовят на эти выезды? Или это просто общая программа, которая везде представляется? То есть ее можно и у нас в городе услышать и увидеть? Ну, к сожалению, у нас в городе не всегда это можно услышать, потому что в Арзамасе тоже есть такие очень яркие исполнители. Надо сказать, что один из вокалистов Арзамаса к нам в прошлом году приезжал тоже на наш инклюзивный концерт. Мы его приглашали. И хочется как можно чаще, опять же, устраивать такие сборные концерты, где можно увидеть людей из разных городов, не только Нижегородской области, но и России. Ну, в принципе, вот такой концерт у нас и будет во время фестиваля в апреле. Я как раз хотел сказать, что, наверное, в апреле получится организовать такой съезд. Да, да. И ездили мы еще в Нижний Новгород недавно, участвовали в международном конкурсе КИТ. Опять же, наши участники – это Виктор Новиков и Мария Шустер, заняли первое место, стали лауреатами первой степени международного конкурса КИТ. Надо же. Ну, у них, просто у каждого есть таланты, нужно развивать. Виктор, он любил петь с детства, но профессионально ни с кем не занимался. И, окончив специальную школу в Нижнем Новгороде, он вернулся в Саров и пришел в клуб «Лотос», где его талант отметили, заметили, стали просто над ним работать. И он у нас поет практически везде, на всех городских концертах города Сарова. Но теперь уже и не только Сарова. Теперь уже нет. Да, и когда мы приезжаем в Арзамас, нас уже знают. Это очень приятно. А вот этот фестиваль, не имеет ли смысла сделать его каким-то регулярным, там, может быть, раз в год, раз в два года? Очень бы хотелось. Очень бы хотелось. Будем еще подавать, конечно же, на грантовые конкурсы этот фестиваль, потому что в каких-то городах действительно он проходит в ежегодном формате. приглашаются звезды российской эстрады. И нам тоже очень хотелось бы увидеть звезд на нашей сцене, которые будут исполнять какие-то композиции вместе с ребятами и с молодежью с ограниченными возможностями здоровья. Но так и проявляется толерантность общества. Ну, наверное, не все задумываются, что есть люди, которые требуют больше внимания и стараются на это не обращать, ну, вообще на проблему ограниченных возможностей свое внимание не обращать, не думать, да, об этой проблеме в обществе. Вообще сталкиваются с этим? Конечно же, попадаются разные люди. И просто сейчас мы живем в век большой занятости. Многие люди, они просто погружены в свой быт, в проблемы собственного какого-то существования. Не могу сказать, что, например, они как-то негативно настроены к инвалидам. Ну, просто они и не думают о том, что вот есть такая социальная категория, что есть такие люди рядом. Они, может быть, с ними не так часто сталкиваются. И сейчас все погружены в бесконечную работу, воспитание своих детей и так далее, и так далее. А люди есть, которые просто вот чисто в силу своего какого-то энтузиазма бескорыстно помогают. Не потому, что у них там есть, например, близкие, которые сталкиваются с этой проблемой. Просто в силу своего открытого сердца. Но вот такой человек – это Татьяна Расторгуева, которая сама к нам обратилась, сама предложила свою помощь. И вот уже мы два года с ней сотрудничаем очень плотно. У нас впереди новогодние праздники. И хотелось бы завершить передачу разговором о том, что клуб планирует в новогодние праздники для своих воспитанников. Конечно же, после Нового года мы ежегодно собираемся и отмечаем этот праздник. Ребята очень ждут. Часто мы приглашаем родителей. И стоит вот еще отметить важный момент. Когда мы стали выезжать за пределы города, мы брали с собой родителей некоторых участников. И они там перезнакомились с другими родителями. И они до сих пор общаются уже на протяжении года через социальные сети. И вот опять же очень важно сплотить не только молодежь и детей с ограниченными возможностями здоровья, но и их родителей. То есть они обмениваются опытом, как лучше что-то сделать, куда можно сходить и так далее, и так далее. Поэтому новогодние встречи, они всегда очень радостные. К нам всегда приходит мороз. У нас всегда есть своя снегурочка прекрасная. Ребята готовят какие-то творческие номера, конкурсы. И все это проходит очень ярко и позитивно. То есть это такой мини-семейный праздник для всех воспитанников и их родителей в том числе. Да. Екатерина, спасибо большое, что пришли, рассказали нам о клубе «Лотос», о вашем проекте. Я очень желаю вам успехов в реализации этого президентского гранта. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. До свидания. До свидания.